Так, звук оригинала включен и я запускаю трансляцию. Так, коллеги, приветствую, видите ли вы меня, слышите ли вы меня, немножечко пришлось чутка танцев с бубнами Пережить. Нет, трансляция не началась. Так, запустите звонок ВКонтакте. Сигнал начнет производиться. Трансляция не началась. Так, я вижу, что я в эфире. По крайней мере, я себя вижу. Друзья, видите ли вы меня, слышите ли вы меня? Да, началась. Люди видят. Ага. Друзья, я приношу свои извинения за небольшую задержку. На пять минут позже вышел в эфир. Все эти пять минут я судорожно пытался запустить трансляцию. Потому что до сих пор я ВКонтакте запускал трансляции с телефона. И это было, в общем, нормально и видно и слышно. Сейчас что-то пошло не так. И поэтому пришлось на ходу переобуваться и перезапускать трансляцию через компьютер. Надеюсь, что сейчас отладится и качество, и звук. И все будет нормально. Я вижу, что пока качество картинки немножко плавает. То оно лучше, то оно хуже. Но надеюсь, что все отладится. Хорошо, друзья. Я вас приветствую. Мы начинаем наш онлайн-курс «Сценарий за неделю». Восьмой раз уже начинаем. Господи, сколько лет уже прошло. Если вы будете делать все, что я вам скажу в течение этой недели, то к концу этой недели вы напишите сценарий. Сценарий короткометражного фильма. Конечно, я понимаю, что это сделают не все. Мы все взрослые люди. И трезво оцениваем возможности. И обычно до конца доходит по-разному. В течение этих восьми лет каждый раз по-разному от 300 до 600 участников доходит до конца. Не знаю, сколько дойдет до конца в этот раз. В том числе и потому, что не очень понятная ситуация. Я даже не могу оценить в этот раз в точности количество участников. Потому что у нас половина площадок отвалилась, на которых обычно все это мы проводили. Ну, посмотрим. Как пойдет, короче. Давайте сначала небольшая организационная информация. Друзья, кто из вас, напишите в чате, кто из вас здесь впервые, кто уже проходил сценарий за неделю. Напишите в чатике. Кто проходил. Да, вот тут впервые. О, довольно много впервые. Ну, отлично. Отлично. Если вот я вижу, Петров проходил в прошлый раз. Очень хорошо. Если в основном участники впервые, значит, вам можно рассказывать все с самого начала. Вам можно шутить все мои шутки, которые я шутил уже много раз. И... И все будет... Все будет окей. Да. Хорошо. Давайте сначала организационная информация. Как все это будет происходить? Каждый день в 12 часов дня, полдень, по московскому времени. Потому что, друзья, вот как бы фиксируемся, да, временные пояса. Я понимаю, что над нашей сценарной мастерской никогда не заходит солнце. И все живут разные в своих часовых поясах. Но, как бы, немножко странно, да, когда кто-то приходит там в 11 утра и начинает на меня кричать, что, типа, и где же, и где же тренинг? Ведь уже 12 часов. Поэтому мы существуем по московскому времени. Мастерская. Штаб ее находится в Москве. Поэтому, ну, как бы, я по этому времени и живу. Занятие длится в среднем обычно примерно полтора часа. Некоторые занятия будут короче, некоторые длиннее. Все будет зависеть от ваших вопросов. Я всегда веду до последнего вопроса. Отвечаю на все вопросы, сколько бы их не было. Запись остается в закрепе 24 часа здесь во Вконтакте. Потом ее можно будет найти в видеозаписях. Тоже у меня на странице. Письма со ссылкой на страницу отправляются всем участникам каждое утро. То есть вы, все участники, подписались на рассылку. И каждое утро, поверьте мне, вы, мне обязательно кто-нибудь, у кого-то письмо улетело в спам, и начинают меня дергать везде во всех соцсетях, на мобильный телефон звонить, приезжать домой и кричать, а где же, Александр, где же моя ссылка, вот как же так, где рассылка. Ребята, отправляется всем. 4,5 писем. 4600 писем улетело сегодня утром. Вот. У кого-то в спам попало, да, кто-то адрес неправильно записал свой, да. Поэтому, ну, как бы, самое главное, что все, я везде поставил, на всех страницах поставил ссылку на эту страницу Вконтакте, да, и смею надеяться, что все-таки все смогут найтись, да, и уж на одной-то странице зайти и в 12 часов увидеть трансляцию, я думаю, что это не такая сложная задача. В 12 часов будет появляться новая трансляция, предыдущий урок будет удаляться из-за крепа. Дальше можно будет его найти в записи. Сейчас мы пока решаем вопрос, потому что я знаю, что есть там вот из Италии девушка мне написала, что эфир могу смотреть, а запись не запускается. Может быть, мы решим, я постараюсь решить этот вариант с выкладкой записи на нашем канале на Ютубе, может быть, на Дзене. Посмотрим, какое-то дублирование сделаем. Там просто я оттуда все увел, потому что, ну, как бы, аудитория оттуда ушла, все в основном Вконтакте сидят, поэтому просто как бы смысла нет выкладывать, да, и получать там какие-нибудь 200 просмотров, если здесь смотрят там несколько десятков тысяч человек. Мы начнем с легких заданий, которые будут становиться постепенно все труднее и труднее. И если вы сделаете все по порядку, то вы повышение сложности не заметите. Если вы будете пропускать первое задание, то очень скоро вы не сможете справиться с возросшей сложностью. То есть, пожалуйста, друзья мои, если вы хотите проходить этот тренинг, делайте все домашки. Сначала они будут простые, потом они будут сложные. Освободите пятницу и субботу по возможности. Там будет много работы. Постепенно, опять же, если все будете делать по порядку, вы этого возрастания сложности не заметите и в воскресенье с удивлением воскликните. Как же так? Я написал сценарий. Если будете пропускать, скажете, ну, тут, типа, пока все понятно. Да, посмотрю, что там дальше он расскажет. То где-нибудь к среде вы перестанете понимать, что происходит. Поэтому делайте все по порядку. Важно, друзья мои, пожалуйста, не пишите мне никаких личных писем. Ни в мейл, ни на мейл. Не отвечайте на рассылку. Ни в личку в соцсетях. Это очень мешает, поверьте. Когда несколько тысяч человек в тренинге, и все начинают мне задавать вопросы в личку. А мне ссылка не пришла или еще что-то. А вы видели, Александр, такой-то фильм? Я видел такой-то фильм. Но обсуждать его с вами я не буду. Это мешает. Реально просто мешает. Потому что тренинг достаточно сложный. И мне надо сосредоточиться на том, чтобы его качественно провести. Все общение по тренингу здесь. Вот здесь, на этой странице. Все вопросы мне можно будет задать в конце урока. Я на них на всех отвечу. Ни один вопрос не проигнорирую. Если он будет по теме тренинга, конечно, задан. Дальше. Следующее. Друзья мои. Здесь мы не ругаемся матом. Это важно. Я понимаю, что все мы взрослые. И хочется иногда что-нибудь такое сказануть. Но, тем не менее, это мастерская. Это сценарная мастерская. Давайте друг друга уважать. Дальше. Следующий. Тоже важный пункт. Здесь никакой политики. Ни в комментариях. Ни в обсуждениях. Ни в темах уроков. Ни в сценариях. Никакой национальной. Никакой религиозной розни. Строгий запрет. Две причины этому есть. Первая причина. Сейчас идет острый конфликт. Все люди заряжены. Просто искры исходят от людей. И вы можете здесь столкнуться с человеком с другой стороны. И начать выяснять с ним отношения. Сразу же мгновенно бан обоим. Не задумываясь. Насколько бы там... Что бы вы ни говорили. То есть сразу же. Любая политика. Любая национальная религиозная рознь. Сходу. Бан вечный. Без разбана. Вторая причина. То есть здесь мне этого не надо. Мастерская это территория мира. Это монастырь. Где мы скрываемся от страстей. Вторая причина. Возможно. Даже если вы пережили сейчас какой-то опыт. Травмирующий. Писать про это рано. Для того чтобы писать. О своем пережитом опыте. Должно пройти время. Должно пройти 10-20 лет. О том что происходит сейчас. Хорошие фильмы. Хорошие книги. Напишут через 20 лет. И возможно это сделаете не вы. Возможно это сделает кто-то другой. Следующее поколение. По вашим рассказам. Если вам кажется что вот я сейчас что-то такое пережил. Я сейчас гениальное напишу. Нет. Не напишите. Так не бывает. Это так не работает. Должно пройти время. Все должно травой зарасти. И потом. На этом. Можно что-то строить. Дальше. Никакой рекламы. Не потерплю. То есть. Никакого. А я вот делаю это. А я вот делаю все. Коучи. Психологи. Очень часто любят такое. Устраивать в комментариях. Тоже. Не обижайтесь ребят. Сразу же будет бан. Дальше. Тренинг ведется. И все сценарии пишутся на русском языке. Тоже надеюсь понятно почему это правило введено. Да. Я читаю на русском и на английском. Но все. Большинство участников. Ну все участники понимают русский язык. Поэтому русский язык это язык тренинга. Я же вам на латыни обратную связь не даю. Поэтому пожалуйста тоже друзья. Разговариваем на русском языке. Если вам здесь что-то не понравится. Вас здесь никто не держит. Справа. Крестик. Нажимаете. Выходите. Если вам не нравится. Что я экаю. Заикаюсь. Бэкаю. Мэкаю. Еще что-то. Не нравлюсь вам как спикер. Если вы хотите мне об этом сообщить. Тоже пожалуйста. Не делайте этого. Держите эту информацию в себе. Поверьте мне. За столько лет ведения тренингов. Мне уже столько всего говорили. По поводу моих спикерских особенностей. У меня уже давно все в порядке с самооценкой. Вы меня этим не заденете. А просто. Уйдете в банк. И все. Если вы не согласны с чем-то. Что я говорю. И хотите со мной поспорить. Тоже очень часто бывает. Я что-то говорю. И кто-то. Но вот тут вот. Я бы Александр с вами поспорил. Ну. Ребят. Это не треп в интернете. Это мой тренинг. Вот. Хотите поспорить. Ну. Как бы. Попробуйте. Увидите. Что будет. Спор будет очень короткий. Никаких вторых предупреждений не будет. После первого же нарушения бан. Вот. Я вам специально это все. Как бы жестко. В самом начале вываливаю. Почему? Потому что я всех люблю. Все хорошие. Все очень талантливые. Но жесткие люди. Это бывшие мягкие. Вот. Я тот самый жесткий. Который бывший мягкий. Уже тоже через все прошел. Все. Все варианты. Обратные связи от людей получил. Поэтому. Вести буду очень. Очень жестко. Для того. Чтобы не. Мы не. Не уходили в какие-то ненужные вещи. Еще один важный момент. Надеюсь вы понимаете. Что это бесплатный тренинг. На. 2000 человек. Я буду отвечать на вопросы. Но я не буду давать обратную связь. По вашим текстам. Тоже не надо. У меня этого просить. Ребят. Должны понимать. Я естественно читаю. Проглядываю. Домашки. Делаю какие-то выводы. Иногда даю общее замечание. Если вижу часто повторяющиеся ошибки. А я их чаще всего вижу. Но по каждому тексту. Друзья мои. Конечно же. Никакой обратной связи не будет. Обратную связь. Я даю только в мастерской. Еще один важный момент. Я веду этот курс. Уже 8 лет. В том числе. Для того. Чтобы рекламировать. мою сценарную мастерскую. И. Послезавтра. Мы. Начнем. Набор. На базовый сценарный курс. В нашей сценарной мастерской. Это первый курс. Трехмесячный. Там. Если время останется. Я о нем немножко расскажу. Но. Это не будет. Обычный. Инфобизнесовый. Такой. Паскудный. Марафон. Где людям. Вначале. Дают. Три минуты. Контента. А потом. Полтора. Часа. Продают. Платный курс. Рассказывают. Кейсы. Ходят. По болям. Да. Представьте. Что прошло полгода. Или прошло 10 лет. А вы так и не купили. Мой курс. Да. Вот этой херни. Здесь не будет. Я вам обещаю. Но. Естественно. Я каждый раз. Буду там. Где-то. В начале. В конце. Упоминать о том. Что. Набор идет. Ну. Может быть. Говорить о том. Сколько мест осталось. Потому что. У нас. Обычно. Места. Разлетаются. Очень быстро. То есть. Собственно. Продавать. Я вам. Ничего не буду. Ну. Естественно. Я отвечу. Еще один. Вот. Что касается. Мастерской. У вас там. Появилась. Уже. Она. Еще не открылась. Послезавтра. Откроется. Страница оплаты. Сценарной. Сценарной. Мастерской. Если вы. Не готовы. Оплатить. Сценарную. Мастерскую. Пожалуйста. Друзья мои. Не подавайте. Заявку. Потому что. В этом смысла. Никакого нет. Просто. В подаче. Заявки. Вы будете. Получать. Напоминательные. Письма. И все. Потом. Через какое-то время. Эта заявка превратится в тыкву. То есть. Ничего интересного. При этом. Не произойдет. Подавайте заявку. Только тогда. Когда. Вы будете готовы. Ее оплатить. Вот. Вроде бы. Вся. Организационная информация. Напишите. Пожалуйста. В чате. Если это все. Понятно. Напишите. Понятно. Если не понятно. То. Задайте. Какие-то вопросы. Если вы. Например. С этим. Не согласны. То. Наверное. Надо. Покинуть. Данный курс. А вы. Как-то. Проверять. Домашку. Ну. Конечно же. Нет. Ребят. Ну. О чем. Вы. Говорите. Так. Есть. Я. Естественно. Буду. По поводу. Домашки. Я. Естественно. Все. Проглядываю. И. Я. Даю. Какие-то. Замечания. Общего. Общего. Характера. То есть. Ошибки. Поверьте. Мне. У вас. Все. Все. Одинаковые. И. Все. Ваши. Ошибки. Я. С закрытыми глазами. Могу сказать. Какие будут. Опять же. Не. В силу. Моей. 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 Может. В мастерской есть. Нет. Никаких льгот. Никаких грантов. Я. В мастерской. Я. Даю. Обратную. Связь. Мастерской. Индивидуально. Кажда. По каждому. Домашнему. Заданию. У нас. У нас. Ограниченное. Число. Участников. Потому. Что. Тогда. У меня. нагрузка вырастет вот и поэтому естественно никаких льгот никаких скидок у нас нет и так за трехмесячный курс да у нас трехмесячный курс по содержанию равен семестру то есть наша программа годовая в сценарной мастерской она равна двухлетней программе в гика вот и все поэтому вы и вы и посчитайте сколько цена там и сколько цена у нас то есть у нас 1000 долларов стоит курс в гике вы заплатите там 12 15 тысяч долларов так что какие еще дешевле только бесплатно хорошо друзья напишите пожалуйста два слова про себя чем вы занимаетесь чем зарабатываете на жизнь какая у вас есть творческая творческая специальность например я оттуда-то я журналист я сценарист то есть какой есть творческий опыт пока вы пишете я не буду это все зачитывать вслух я пробегу это все два слова расскажу о себе потому что я понимаю что далеко не все вы знаете кто вообще я такой чем известен да почему такой дерзкий и и вообще что так что такое наша сценарная мастерская смотрите в 90-е годы я был журналистом много лет работал журналистом вологде был редактором газеты хронометр вологда главным редактором потом там живя в володе я начал писать романы начал публиковаться в самом большом российском издательстве под названием xmo потом переехал в москву работал в московских изданиях вершина моей журналистской карьеры это был главный редактор журнала новый крокодил это такая была реинкарнация советского журнала крокодил два года я был его главным редактором в 30 лет самый молодой главный редактор за всю историю потом я начал писать сценарии и начал писать пьесы увлекся драматургии закончил в гиг закончил мастерскую бородянского во в гике александра эммануиловича и и дальше писал пьесы писал сценарий самая моя известная пьеса эта пьеса называется убийца в россии она была поставлена там под сотню театров было какое-то время когда там 20 театров одновременно и и ставили сейчас естественно поменьше но тоже она продолжает еще много где идти в европе и и ставили тоже там театров 10 было в германии ставили в польше ставили в кракове в варшаве в латвии театр дайлес где-то сейчас честно говоря сейчас все постановки не упомню и когда европейские критики составляли список из 200 лучших современных пьес эта пьеса вошла в этот список при том что из россии всего три пьесы в него вошли одна пьеса братьев пресняковых одна пьеса вы рыбаева вы рыбаева и собственно вот мой убийца так что был какой-то период не очень длинный когда я был такой самый самый популярный российский драматург в европе и также я сотрудничал с немецким таким театральным проектом миллениум фронт театр я являюсь пожизненным членом этого объединения и тоже для них несколько пьес написал свое время как сценарист и я я детектив щик я люблю детективы я очень люблю сериалы и считаю сериал высшим жанром в настоящий в настоящее время сериал это высший жанр кино драматургии именно сериал не полный метр и я написал огромное количество разных телесериалов если интересно можно найти мою страницу на сайте кино театры или на кинопоиске там москва центральный округ кодекс чести час волкова земля карина красная господи всех их не упомнить я сотрудничал со всеми российскими телеканалами много очень работал с первым каналом много очень работал с интерес России по несколько проектов для каждого канала сделал и собственно это было моей задачей то есть я хотел сделать так что набрать опыт поработать со всеми каналами с 2008 года существует моя сценарная мастерская первый онлайн-курс это первая частная российская кино мастерская кинодраматургии сценарная мастерская 1 декабря 2008 года был начат первый курс бесплатный я его вел в жж с 2014 года я вот в таком онлайн формате сценарной мастерской мы в общем существуем уже довольно большое количество учеников выпустили множество различных достижений если интересно у нас на сайте есть раздел достижения наших учеников ежегодно мы этот раздел обновляем постоянно у кого-нибудь из нас что-то происходит выходят книги снимаются фильмы и сериалы в общем движуха всяческая такая идет кроме того я написал некоторое количество учебников некоторое количество книг для драматургов самая тоже наверное известная эта книга букварь сценариста ее она входит в число рекомендации практически во всех российских киношколах также сценарист номер один пишется книга о повышении творческой продуктивности сценарий телесериала и такие мотивационные книги ленивая скотина и волшебный педель может быть кто-то из вас их читал также я написал такую детективную трилогию газете к писатель сценарист газетчик вошел в лонглист большой книги вот вроде бы весь какой-то мой опыт сам ну такой основной не все конечно самое важное самое главное чтобы вы примете что про меня надо знать что я не такой сценарный гуру который посмотрел много кино прочитал много чужих учебников и сидит чему-то там учит я практик я много лет я 13 лет работал сценаристом знаю от и до индустрии то есть знаю все ходы-выходы знаю как что работает и учу всегда нет не тому что я где-то что-то прочитал а учу тому что что именно работает да то есть что я сам попробовал на своем опыте проверил и доказано точно знаю что это работает например когда я в мастерской запускал курс по роману я не стал его запускать то есть курс уже был готов я на два года остановил его запуск потому что ну я роман и писал давно в девяносто девятом году там тысяч нам и уже многое изменилось и перед тем как запустить я сделал такую вещь я написал три романа довел их до издания в крупном издательстве естественно не за свой счет до издательства издала издала книгу и вывел книгу все три книги стали бестселлерами и вывел книгу в лонглист крупный самой крупной российской премии и вот пройдя этот путь до дальше я уже ученикам могу сказать ребят я делал вот это 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 вот это это работает вот это это не работает вот ситуация сейчас такая на рынке так теперь сейчас я гляну все вижу вижу все что вы пишете журналистика я считаю что журналистика это идеальная школа для сценариста единственное что эту школу надо закончить то есть журналистика хороший фундамент для сценаристике но очень плохо совмещается журналистика со сценаристикой потому что это и другое это писательство вот и очень быстро начинаются начинается выгорание если человек старается совмещать журналистику и сценаристику что с этим делать переходить в редакторы то есть переходить на какую-то работу в которой вам не надо ежедневно выдавать большое количество текста я это в свое время обнаружил и перешел как раз таки я стал сначала ответственным секретарем потом зам главного редактора потом главным редактором для того чтобы сидеть и спокойно на работе писать хорошо теперь вопрос к вам зачем вы хотите написать сценарий я уточню вопрос просто ли вы хотите попробовать или вы хотите стать профессиональным сценаристом вот зачем вам сценарий так просто попробовать так хочу стать профессиональным сценаристом вот смотрите вот этот тренинг он вообще для чего для того чтобы то есть меня не интересуют те люди которые уже хотят стать сценаристами потому что если вы уже хотите стать сценаристами скорее всего вы уже знаете про нашу сценарную мастерскую и скорее всего вы уже там более или менее находите находитесь на пути в нее поскольку наша сценарная мастерская что ни говори это там самый короткий путь в киноиндустрии можно конечно пойти длинным путем а давайте я буду просто смотреть много кино читать сценарий и писать сценарий ну и как бы таких вот писателей читателей уже там люди лет по 10 по 15 пишут ничего не происходит меня интересуют люди которые не знают того что они хотят научиться хотят хотят писать сценарий вот эти люди мне интересны и и вот этот тренинг он как раз для этого для того чтобы вы попробовали и для себя решили мне это интересно я хочу этим заниматься это то чему я хочу посвятить следующие 20-30 лет кстати говоря вот профессия сценариста в отличие от очень многих других профессий в том числе и профессии журналиста журналист это профессия молодых журналистам хорошо быть когда тебе 20 когда тебе 22 когда тебе 50 когда тебе 55 журналистам быть уже не очень хорошо особенно в провинциальном городе там вообще жизнь сценариста это три года да то есть три года ты идешь по одному кругу проходишь со всеми делаешь интервью и все люди заканчиваются и сценаристика она может казаться чем-то таким сладостным да такой вот ты сидишь пишешь да у тебя все это снимают там так далее там очень большое количество подводных камней и вот для того чтобы обходить все эти подводные камни для того чтобы упорно год за годом работать для этого нужно в себе найти вот это неукротимое желание быть сценаристом и вот этот тренинг сценарий для недели за неделю я делаю именно для этого для того чтобы вы могли почувствовать почувствовать спросить себя хочу ли я этим заниматься нужно ли мне это еще один момент вообще я считаю что каждый должен написать сценарий да что мы живем в такое время мы живем в такой ситуации когда окружающий нас мир создан кинематографом то есть условно говоря да может быть вы не смотрели человека паука но в любой момент времени когда вы идете по улицам если вы оглянетесь вокруг вы увидите людей которые смотрели человека паука понимаете да я не думаю что это прям такое сильное изменение человек паук произвел в человеке да но набор из там 100 150 200 основных фильмов которые посмотрели все люди конечно же производит очень сильные изменения поэтому мы принимаем решения в зависимости от того какие мы фильмы смотрим мы выстраиваем жизненную карьеру и мы рассказываем сами себе те истории которые ну в зависимости от того какие фильмы мы смотрим поэтому если вы умеете сами писать сценарий если вы попробуете сами рассказать историю вы начинаете понимать принципы истории и вы начинаете понимать как работает история которую вы рассказываете сами себе вы начинаете управлять этой истории да то есть если вы этого не понимаете вами управляют другие люди которые вам рассказывают какую-то историю вот а так вы можете перехватить управление и сами рассказывать себе ту историю которую вы хотите себе рассказывать поэтому я считаю что опыт написание сценария в наше время для любого человека обязательно есть иллюзия что сценарии пишут какие-то особые люди это не так сценаристы точно такие же люди как и все мы вернее так все сценаристы когда-то были обычными людьми потом научились писать сценарий и теперь они их пишут поэтому я считаю что вы не просто имеете право написать сценарий да то есть вот есть какая-то такая концепция таких вот хранителей ворот да то есть я для того чтобы научиться писать начать писать сценарий я должен сделать что-то там не знаю отучиться в авгике там например или еще что то но я поэтому и отучился в авгике в свое время да для того чтобы вот это некое право получить некую галочку такую а потом оказалось а что еще на ну давай-ка я стану членом союза кинематографистов ну стал получил удостоверение ну как бы ничего не изменилось вообще вот поэтому я считаю что любой имеет право написать сценарий и более того в наше время любой обязан это сделать окей идем дальше давайте мы начнем потихонечку разминать вашу будущую историю и начнем мы ее немножечко да мы будем строить фундамент до 100 фундамент вашей будущей истории мы будем строить достаточно основательно и системно начнем вот с чего напишите пожалуйста в чате название трех фильмов которые вам нравятся вот вам как зрителю какие фильмы нравятся вот три фильма напишите вспомните и напишите в чате одним сообщением так хочу понять чем отличается сценарий рассказ попробовать написать сценарий по вот по своему рассказу светлана я очень не советую писать по своему рассказу потому что наличие рассказа наличие литературные основы это не помощь а помеха поэтому лучше напишите этот самый напишите оригинальный сценарий потому что когда вы пишете адаптацию вам надо ломать сопротивление первоисточника а если вы сами написали первоисточник это все равно что пытаться самому себя пощекотать да то есть вы там сплошные мертвые зоны да то есть вы не видите в тексте то что надо менять так хорошо таксист утомленные солнцем охота так темные рыцари начала пираты карибского мосты округа медицина мосты округа медисон видимо медисон знакомьтесь джо блэк призрак так очень хорошо есть друзья если вы смотрите в записи этот урок то пожалуйста останавливайте запись делайте домашку неважно в комментариях или у себя в листочке лучше в комментариях и после этого продолжайте то есть не пытайтесь так что вот я сначала послушаю а потом решу делать домашку или нет делайте домашку по ходу так есть теперь вот смотрите вот то что вы и это прям видно что эти три фильма о олег спрашивает а это запись нет это не запись сейчас прямой эфир просто я понимаю что какое-то количество и довольно большое количество людей обычно смотрит еще и в записи так что вопрос в каком жанре эти фильмы у большинства из вас есть прям заметен сразу же доминирующий жанр понятно что есть вот например такой набор где там сильно разнообразный фильм солярис чисто английское убийство бриллиантовая рука до 33 разных жанров фантастика детектив и комедия да но у большинства у большинства я вижу что есть какой-то доминирующий жанр прям видно да вот любовь по правилам и без гордости предубеждения послание в бутылке все ясно до мелодрама да то есть мы видим сразу же да что вот этот набор из трех фильмов если бы вы сделали 5 я не стал уж вас мучить до просить 5 фильмов назвать потому что мы быстро с вами достаточно идем да мы видим что большинство у большинства из вас есть какой-то доминирующий жанр дальше вот этот жанр вот в этом жанре я вам предлагаю писать фильм потому что те фильмы которые вы любите смотреть как зритель вот я рекомендую именно в этом жанре работайте как сценаристу понятно что бывает так что сценарист говорит да я пишу комедии там ситкомовцы какие-нибудь да я комедии вообще не смотрю или там детектив щик я там вообще детективы не смотрю но здесь дело не в том что человек детективы не любит но пишет детективы дело в том что человек такое чаще всего уже вообще ничего никакой кино смотреть не может да потому что уже настолько что из ушей уже лезет вот поэтому там ну мне детективы смотреть сложно почему потому что я включаю детектив и мне сразу же понятно кто убийца то есть очень быстро начинаешь начинаешь сюжет очень очень быстро срисовывать вот поэтому у нас была история в свое время когда компания sony сюда заходила они собирались делать сериалы для канала россия а вот и они пригласили какое-то количество сценаристов детектив щиков именно специалистов по детективам и чё 30 таких сценаристов детектив щиков и вот мы сидим и нам качестве референса показывают серию она написала убийца убийство вот и там в начале второго акта идет сюжет все нормально мы сидим смотрим на заднем фоне проходит какой-то мужик с коробкой и все 30 сценаристов не сговариваясь тут же показывают на этого мужика и хором говорят вон убийца прошел да то есть а когда ты понимаешь как все устроено до тебе смотреть трудно но в начале до когда вы начинаете свою карьеру я советую начинать писать с тех фильмов в жанре в котором вы любите смотреть как зрители дальше следующее скажите были ли в вашей жизни какие-то люди настоящие живые какие-то исторические персонажи какие-то кино герои на которых вы хотели бы быть похожими так похожий ироничный детектив есть такое но как вы думаете есть такое такое понятие ироничный детектив так люди на которых вы хотели бы быть похожими ребят вот кто пишет пожалуй нет ну значит вы не можете быть сценаристами все . ну во первых я думаю что вы врете на самом деле были такие люди вот почему потому что вот это желание быть на кого-то похожими заложено в нас эволюционно да то есть мы так учимся мы постепенно в течение нашей жизни мы все время видим какие-то образцы у нас есть такая там долго объяснять что такое зеркальные нейроны как они работают да то есть мы копируем людей которые находятся рядом с нами но для того чтобы мы захотели копис копировать кого-то нам должно захотеться быть на этих людей похожими и первые люди на которых мы хотим быть похожими это наши родители потом старшие ребята в школе потом литературные персонажи киногерои так далее так далее вот и многие люди вообще этого не осознают а вот для творческого человека вот это эмпатия это желание подключаться к другим персонажам это же не значит что вы кого-то увидели захотели быть кем-то да и вы допустим тут же начинаете до увидели пирата захотелось быть как пират да мелькнула такая мысль и вы от идете в пират например нет не настолько да и это происходит даже в во взрослом возрасте и важно научиться отслеживать и понимать а в какой момент у вас появляется вот это желание быть на кого-то похожим и если вы в точности будете отслеживать вот это этот момент желание вы будете понимать что вас мотивирует что вас заряжает например в моем случае но у меня самые разные персонажи были я просто вот опишу там последний случай несколько лет назад я очень увлекся я слушал подкасты джо рогана я учил тогда активно очень учил английский язык и я во время пробежек бегал слушал подкасты джо роган вот и он меня стал очень интересовать просто как человек интересный такой персонаж очень активный и я прямо отследил у себя очень четко момент когда я понял что я хочу быть на него похожим когда он рассказывал о том что он много лет подряд делал свой подкаст каждый день и этот подкаст никто не слушал когда я у него увидел какой-то выпуск подкаста типа там трехсотый по счету у которого было там не знаю потом три тысячи пять тысяч просмотров на ютубе то есть человек к этому времени уже там типа 5 лет делал этот подкаст и никто его не смотрел он продолжал делать делать и делать и потом через какое-то время там два года назад он продал свой подкаст за 100 миллионов долларов и я понял что вот это это моя история эта история которая меня зажигает до история упорного чувака который несмотря на все неудачи делал 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 и в конце концов получил крутой результат то есть дело даже не в 100 миллионов долларов меня гораздо больше не не 100 миллионов возбуждает а то что чувак смог переломить вот эту ситуацию вот и да вот это то что меня как бы супер способность идти вперед не обращая внимание на негативную обратную связь вот это супер способность которая мне интересно в герое вот и если вы посмотрите на героя до как на которого вы хотите быть похожим у него обязательно есть вот эта супер способность есть что-то что его отличает от других людей и если вы возьмете вот эту супер способность до джек воробей вот маруся пишет например джек воробей до луис сики начальник моего отдела на бывшей работе он был крут да я могу предположить что это супер способность да это такое что-то клоунская до способность с юмором там разворачивать любую ситуацию свою пользу вот скорее всего такая супер способность да и вот это супер способность если вы создадите героя который будет как джек воробей до как луис сикей то вы ваша связь с этим героем будет самой непосредственной да хочу быть похожий на вас привлекает ваше качество характера но тоже здесь надо понять какое же какое именно из моих качеств характера да то есть что это работоспособность или там харизма умеет умение энергичность да умение привлекать к себе людей то есть тоже надо понять что это да и вы можете такую написать историю про меня в каких-то других обстоятельствах да то есть не про сценариста а например про космонавта да вот представьте там джек воробей в космосе джек воробей на подводной лодке джек воробей в каком-нибудь дворянском салоне да то есть вы берете вот эту суперспособность скарлетт да в чем ее суперспособность тоже я не знаю что для вас скарлетт да для меня например скарлетт это я здесь я подумаю об этом завтра да и я никогда не буду голодать да то есть упорство в достижении цели и способность там не обращать внимание на какие-то негативные эти самые хорошо персонажи вот мне нравятся пробежки по утрам что мне снег что мне зной что мне дождик пролюнуть да я как раз и я как раз вчера очень хорошо так под дождь попал немножко этого не хватает до капитан джек бегает по космосу и кораблям итак вот смотрите мы строим историю жанр который жанр в котором фильмы в котором вам нравится смотреть дальше второй элемент герой на которого вам хочется быть похожим вот это и будет герой вашей истории да то есть вот возьмите кого-то проанализируйте можно уже сейчас там не сильно в это погружаться но вот вам задание подумать на кого вы хотели быть похожим и что за супер сила есть у этого героя чуть подробнее по героям и поговорим завтра дальше следующие вот смотрите давайте так напишите три темы в комментариях которые вы знаете очень хорошо в которых вы мега эксперт в которых вы просто вот от зубов отлетает три темы так снежная королева имела магические способности это мое так я жуткий задрот у меня будет арт-хаус какой-нибудь ну вы так говорите как будто это что-то плохое писать арт-хаус так из этого можно старитайлинг и инстаграм выстроить герой жанра разумеется разумеется так медицина психология эзотерика продажи собаки роботы деревня воспитание детей приготовление пищи современная литература многоязычные дети преподавания так очень хорошо виштальтерапия супервизия танго интернет продажа комедии замечательно еще раз друзья те кто смотрят записи это важно ставьте на паузу делайте задание и только после этого слушайте дальше потому что мы у нас задание будет занятие задание будут как бы важно чтобы их делать по порядку так и есть очень хорошо так отлично теперь напишите три темы которые вы не знаете настолько хорошо как вот эти предыдущие три темы но которые вы хотели бы изучить исследовать прочитать какую-то книгу на эту тему пройти какой-нибудь курс лекционный или чтобы просто кто-то видео какое-нибудь на ютубе подкаст послушать да то есть темы которые вас интересуют которые вы настолько хорошо не знаете как предыдущие три но которые вы с удовольствием бы исследовали в которые бы вы погрузились так жду тема исследования хорроры космос кино есть очень хорошо строительство автостоп бедность писательства гомеопатия сценарное мастерство итальянская кухня от нас не очень хорошо но не сценария сценаристика история путешествия психология квантовая физика юмор архетипы юнга и тень йога кулинария сказкотерапия литература моды фотография отлично замечательно прекрасно понимаете вот я не принимаю вот этого а мне ничего не интересно да но если вам ничего не интересно вы не можете быть сценаристом вы не можете быть писателем Потому что писателю все время интересно Писателю все время любопытно То есть если вам не интересно Если вам не любопытно Займитесь чем-нибудь другим Вы будете плохим сценаристом И вы там не выживете Вас очень быстро оттуда выкинут Так Очень хорошо Теперь, друзья, важно Смотрите, вот сейчас Я время от времени В мастерской я это делаю часто А здесь я время от времени буду делать такую вещь Я буду говорить вам вещи Которые звучат Контринтуитивно Которые звучат непонятно почему так Так не может быть Так не учат Другие учителя сценарного мастерства Так в книгах пишут Другое А вы говорите что-то совершенно противоположное Но вот именно это То есть противоречащее Здравому смыслу Именно эти вещи и работают Потому что здравый смысл придумали люди Которые никогда ничего не достигали А мы идем немножечко поперек здравого смысла Итак Важно Тема вашего сценария Который вы будете писать на этом курсе Должна быть Одна из тех трех Которые вы написали во второй раз То есть Выберите тему Не первые три темы Которые вы знаете очень хорошо Ни в коем случае Не пишите на эту тему А напишите на одну из тех трех тем Которые вы написали сейчас Да Темы которую вы хотели бы исследовать И посредством написания Вашего сценария Вы эту тему будете исследовать Если вам надо что-то По этой теме узнать Да Ну вот сядьте Почитайте Поищите информацию Вот Вам не нужно Не нужно Знать все На эту тему Для того чтобы написать сценарий Вам важно Во-первых Сохранять интерес к этой теме А во-вторых Знать на одну вещь больше Чем знают зрители Все Этого достаточно Когда человек живет в какой-то теме И знает ее достаточно хорошо Например Я очень хорошо знаю Там провинциальную журналистику 90-х годов Ну потому что Я там ей 10 лет жизни своей отдал Ну и Пока я жил в Вологде Я не мог про это написать Я пытался Я помню Там какой-нибудь 99-й или 2000-й год Когда я сидел в редакции И пытался написать роман Газетчики И у меня не получилось Потому что Я У меня эти газетчики Вокруг меня были Я слишком был погружен Да Как рыба в воде Да То есть не замечаешь Что вокруг себя вода Но когда я уже Много лет прошло Уже не работал в газете Уехал из Вологды Давным-давно И только после этого Я смог сесть И написать Роман газетчик Про Ну там Не самое главное Это региональная журналистика Но частично Как бы Имеет отношение То есть Если вы погружены В какую-то тему Для того Чтобы о ней писать Нужно от нее Оторваться Нужно чтобы была Дистанция Либо географическая Да Как гоголь Для того чтобы писать Мертвые души Уезжал в Рим И Отделившись от России Огромным расстоянием Садился и начинал писать Либо Временная дистанция Да То есть Прошло какое-то время И после этого Вы начинаете Про это писать Вот кстати Именно поэтому Мне кажется Что вот то Что сейчас происходит Да Это очень сильное изменение И Понятно что Мир изменится И уж Наша жизнь Точно изменится Очень сильно И Сейчас происходит Какая-то От Такая Вот Отрезается Да Предыдущие 30 лет И Сейчас Стало Будет Можно Через какое-то Время Будет Можно Осмыслить Что такое Были Вот эти 30 лет Постсоветские И я думаю Что на эту тему Будут появляться И фильмы Будут появляться И книги И Будут появляться Будет появляться Какое-то Да Осмысление Этого Всего Так же Как в 90-е Начали появляться Фильмы Про Там Поздний Советский Период Осмысление Того Что Что такое Это было Так Хорошо Идем дальше Тема Которая Интересна Это Материал На котором Вы будете Строить Вам Ваш Фильм Теперь Представьте себе Такую штуку Что у вас Появился шанс Один раз Сказать Всем людям Одну вещь Которую Все они Обязательно Услышат То есть Вот Представьте Что Вселенная Ли Бог Ли Вот Что-то Вам Дает Возможность Один раз Одним Предложением Сказать Что-то Всему Человечеству Одну Фразу Какую-то Одну Какую-то Мысль Одну Какую-то Идею Вот Какую Бы Мысль Идею Фразу Вы Сказали Бы Человечеству Напишите В чате Так Берегите Жизнь Быть Добру Люди Не взрослете Друг друга Люди Не взрослете Душой Это Ловушка Любить Надо Сегодня Каждый Человек Художник Правда Это Уже Сказал Бойс Ничего Страшного У Бойса Не Было Той Того Мегафона Который Есть У Вас Сейчас Поэтому Они Не Услышали А Вот Вы Скажете И Все Услышат Это Любить Людей Несмотря Ни На Что Главное Главное Это Любовь Человеку Нужен Человек Мысли Становятся Реальностью Верь В себя Только Вперед Своя Стая Найдется Так Берегите Любовь Самые Важные Вещи Это Не Вещи Миру Мир Деньги Не Главное Ищите То Что Приносит Вам Радость Расслабься Не Забывай Себя Никогда Не Изменяй Себе Не Пропускай Возможности Все Суета Свобода Дороже Всего Делайте То Что Нравится Никогда Ни О чем Не Жалейте Давайте Жить Дружно Ольга И Сергей Прям В Одно В Унисон Написали Давайте Жить Дружно В Мире Ничего Не Важно Кроме Любви Так Все Читаю Читаю Все Не Буду Все Зачитывать Что Много Очень Комментариев Так Ну Я Все Вижу Все Читаю Очень Хорошо Вот Смотрите Вот Эта Идея Да Мы Исходим Из Того Что Это Самая Важная Идея Которую Вы Можете Донести До Людей Своим Фильмом Так Давайте Мы Так И Сделаем Давайте Мы Не Будем Откладывать Эту Идею На Когда То На Потом Давайте Будем Исходить Из Того Что Вот Наш Фильм Это И Есть Тот Самый Мегафон Микрофон Через Который Мы Что То Скажем Всему Человечеству И Вложив Эту Идею Вы Зарядите Весь Фильм Зарядите Энергии Своего Сообщения То Он Будет Как Да Это Будет Как Топливо На Котором Вы Будете Строить Фильм Потому Что Для Вас Важно Это Эту Мысль Эту Идею Донести До Людей И И Ваш Фильм Это Конверт Да В Который Вы Вкладываете Ваше Сообщение И Если Это Сообщение Будет Достаточно Важным Достаточно Заряженным То Письмо Дойдет По Адресу Хорошо Дальше Следующая Вещь Тоже Мы с вами Идем Достаточно Быстро И я Постараюсь Стараюсь Тоже Мы там В мастерской Немножко По-другому Это Задание Делаем Но Так Сейчас В щадящем Режиме Назовите Какое Нибудь Событие Давайте Так Давайте Три События Выберем Три События В вашей Жизни Нет Давайте Так Сейчас По-другому Немножко Переформулирую Потому Что Тоже Надо Вас Тоже Надо Беречь Давайте Так Два События В вашей Жизни Одно Событие Которое Вызывает Сильные Негативные Эмоции И одно Которое Вызывает Сильные Позитивные Эмоции Лучше Брать Какое-то Событие Прошлое Лучше Брать Какое-то Событие Из Детства Если Какое-то Что-то Настолько Личное Что вы Не можете Об этом Написать Но Возьмите Какое-то Другое Событие Да Например У меня Это Смерть Моего Брата Который Умер Когда Мне Было 6 Лет Негативные События Да А Позитивные События Ну Например Момент Когда Я узнал Что Я выиграл Олимпиаду По литературе И Соответственно Поступил В университет Без экзаменов Вот Два События Вот Пример Пример Такого События Позитивного И негативного В вашей жизни Так Смерть Брата Рождение Ребенка Таких Событий Я понимаю Что Таких Событий В вашей жизни Не одно Таких Событий Десятки А если Поглубже Погрузиться В это дело То и сотни Но нам Сейчас Для примера Взять Какое-то Одно Негативное Одно Позитивное Так Рождение Сына Смерть Подробнее Смерть Прабабушки Рождение Детей Позитив Победа Фестивале Сценария Очень хорошо Теперь Смотрите Как мы Как мы работаем С этим событием Мы не рассказываем О нем Непосредственно Да Но Мы берем Что-то Связанное С этим Негативным Событием И что-то Связанное С позитивным Событием То есть Мы Всегда Что-то Когда мы Если мы Просто Описываем То что мы Пережили Это всегда Получается Очень пресно Почему Потому что Жизнь Не обязана Обеспечивать Качественную Драматургию Поэтому Она Как правило Рассказывает Свою историю Не очень Интересно А мы Должны Историю Если мы Начинаем Что-то Менять В истории Которую Мы Рассказываем Мы Приобретаем Над ней Власть И мы С одной Стороны Сохраняем Энергию Сохраняем Запас Запал Этой Энергии Но С другой Стороны Мы Можем Рассказывать Историю Так Как мы Хотим Ее Рассказать Поэтому Я советую Взять Какое-то Событие Из вашего Прошлого Которое Вас Цепляет Негативно Да То есть Негативное Какое-то Событие И взять Какое-то Событие Которое Вам Позитивно Влияет И Негативное Воспоминание Поставить Начало Истории А позитивное В конец Истории Чтобы вы Из негатива Вышли В позитив И что Вы можете Взять Да Как Строить Историю Не Просто Взять Сюжет Этой Истории Да Например Меня Травили В детстве В школе И я Беру Не Сам момент Травли Да То есть Можно и так Описать Момент Травли Я пишу Историю Про космос И вот Я описываю Историю Про то Как Например Там Вся команда Заподозрила В краже Одного Члена Экипажа И все Начинают Его Никто с ним не разговаривает И так далее Да А потом выясняется Что он там Вообще Ни при чем Как у меня В школе было Когда разрушили Снежный городок А я Ну как бы Это не я сделал Ну я знаю Кто это сделал На самом деле Но вот Как бы Мне никто не верил Вот И до сих пор У меня еще Эта травма Сохраняется Хотя Я про нее Уже Пьесу Написал Вот И Мы можем Взять Что-то Из Момента Этой Трабли Да Например Момент Когда Там Меня избивали Всей Школой И Ярко Светило Солнце И Такой Снег Был На этом Солнце И я Могу Взять Эту Сцену Да Представить Когда я ее Буду писать Я буду представлять Это яркое солнце Буду представлять Этот снег И На этом Снегу И ярком солнце Я например Сделаю Напишу сцену Там Прощание Навсегда Героя С любимой Девушкой Да И он у меня Будет заряжен Так Может быть Режиссер Ее совершенно По-другому Снимет Не вовсе Не на снегу Не Но я Заряжу Этот диалог Настолько Эмоциями Что он будет Искрить От него Будет исходить Энергия Вот таким образом Мы работаем С нашими Воспоминаниями Да То есть Мы берем Из них Что-то И Используем В сюжете Который мы Рассказываем В истории Которую мы Рассказываем Итак Или например У меня была история Когда меня Пытались убить В общаге Парень Хотел меня убить И Пришел Пришел человек Мы сидели В комнате Пришел Какой-то парень И я вижу Что Ну он Такое Шапочное Знакомство И у него Какое-то Не очень Хорошее Какое-то настроение Вот Я это настроение Почувствовал Я начал Его там Пытаться Как-то Развеселить Вот И Там Какое-то Время Там Полчаса Час Что-то Я анекдоты Рассказывал Там Что-то Как-то Его веселил И он Так В какой-то Момент Он так Раз И обмяк Прямо Почувствовал Что отпустило И так Засобирался И стал Уходить Я так В двери Подхожу Его провожать И он говорит Типа Я ведь Приходил Тебя убивать Вот Потом Это Мы потом Поговорили С ним Оказалось Что-то Там Какие-то Какую-то Его девушку Обидел Какой-то Парень И Он Почему-то То есть Там Комнату Сказали Оказалось Перепутали Из другой Комнаты И он Пришел И он Очень То есть Он пришел Ко мне Она ему Сказала Комнату Он пришел И с удивлением То есть Такой Заряженный Именно Убивать И вдруг Увидел Что это Я Вот И он Все это Время Так Мучительно Сидел И думал Мог я Это Сделать Или Нет Мог я Обидеть Его Девушку Или Нет И потом В какой-то Момент Понял Что Нет Не Мог И Короче И ушел Вот То есть Я Почувствовав Это Я Спас Себе Жизнь Вот Вот И Я Я Я Я Так Так С этой Девушкой Не познакомился Так И не знаю Кто Кто Там Ее Обидел И что Это Была За Девушка Но Вот Вот Была Такая История Я Много Лет Думал Об Это Об Что Вот Смерть Ходит Вот И Потом Это Трансформировалось В Пьесу Убийца В Которое Начинается С того Что Там Сидит Парень В общаге Сидит И ждет Что Сейчас Придут Его Убивать Да И Потом Дальше Закручится История И Там Все Совсем По Другому Да Сюжет Совсем Другой Но Вот Эта Эмоция Да Когда Ты Понимаешь Что Вот Этот Человек Может Тебя Убить Ощущение Такой Как Неустойчивости Жизни Да Которую Ты можешь В любой Момент Потерять Вот Я Вот Это Ощущение Хотел Этой Пьесе Передать Итак Друзья Резюмирую Домашние Задания Я Вас Попрошу Еще Раз Я Подчеркну Пройдем С самого Начала Определить Жанр Фильма Жанр Кино Который Вы Любите Смотреть Выбрать Тему Которая Вам Интересна Сформулировать Идею Которую Вы Хотите Донести До Мира Выбрать Героя На Которого Вы Хотите Быть Похожим Вспомнить События Действия Имена Которые Вызывают У вас Эмоции И И Используя Все Вышеперечисленные В Свободной Форме Как Получится То есть Сейчас У нас Первое Приближение Напишите Историю Которую Вы Будете Писать Сценарий Который Вы Будете Писать Объем Не Больше Одной Страницы Текста Пока Не Надо Еще Раз Не Надо Вообще Никак Не Оформлять Как Получится Сюжет Как Получится Это Не Синопсис Заявка Да То есть Мы Пока Вообще Никак Не Оцениваем Потом Дальше Я Буду Мы Будем Это Все Структурировать Да То есть Сейчас Нам Надо Сделать Первый Шаг В Сторону Вашей Истории Хорошо Теперь Готов Отвечать На Любые Ваши Вопросы Сейчас Я Добавлю Домашнее Задание И В урок Сделаю Закреп И Если У вас Есть Какие Вопросы То Я На Них Готов Отвечать Так Домашку Я Уже Продублировал Вопросы По Теме Урока Или Если Нет Вопросов Напишите Нет Вопросов Я Буду Понимать Что Все Отлично Так Нет Ребят Никаких Групп Мы Ничего Создавать Не Будем Все Здесь Будет На Одной Странице Все Будет В Одном Месте Мы Будем В Этом Самом Да Ити Чтобы 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 Все Мог Найти Все Комментарии Найти В Одном Самом Так Текст История Оставлять В Комментариях Да Домашку Сюда В Комментариях Если Идти От Позитива К Несчастному Отцу Это Менее Востребовано Я Чуть Чуть Попозже Смотрите О сюжете Я Чуть Попозже Расскажу И Объясню Прям Структуру Все Расскажу То есть Вы Не Беспокойтесь Но В целом Дело Не В том Что Это Более Менее Востребовано Дело В том Что Такое Несчастный Конец Да Например Фильм Про Александра Матросова Там Несчастный Конец Или Счастливый Да То есть Герой Гибнет Или Крадущийся Дракон Затаившийся Тигр Да То есть Несчастный Или Там Конец На Самом Деле Да То есть Трагическая Смерть Героя Не Обязательно Означает Несчастный Конец Кино Вообще Про что Кино Всегда Да Кино Про Человека У которого Была Какая-то Цель Который Преодолел Какие-то Препятствия Да И получил Какой-то Результат То есть Любое Кино Оно Про Это И мы Кино Смотрим Именно Для Этого Для Того Чтобы Научиться Получать Какой-то Результат Да Есть Такое Там Какое-то Количество Таких Артхаус Фильмов Которых Все Очень Плохо А потом Все Еще Хуже И Дальше Все Прям Совсем Плохо Но Такие Фильмы Почти Никогда Не Остаются В Истории Почти Никогда Вот А если Они Остаются То Чаще Всего В Них Всегда Есть Какой-то Есть Какой-то Выход Поэтому Я считаю Что Кино Это Лекарство Да То есть Кино Это Терапия Такая Массовая Терапия Можно У вас Эти Чувства Появляются В Процессе Да Но Писательство Это Про Эмоции Писательство Это Про Чувства Это Не Про Знание Не Про Информацию Не Про События Самое Главное Это Эмоции Для Того Чтобы Писать Нужно Эти Эмоции Уметь Переживать Вы Рассказали Что Журналистика Как Работа Мешает Сценаристике По Вашему Опыту Это Распространяется На Копирайтеров Но Я Работал Какое-то Время Копирайтером Да Это Очень Плохо Совмещается Потому Что Например Если Вам Надо Вы Пишите Роман Например Или Пишите Большой Сценарий Вам Надо Каждое Утро Написать Допустим Три Страницы Текста Вы Приходите На Работу И Вам На Работе Надо Написать Еще Десять Страниц Текста С этим Работал Журналистом В газете То есть Я Приходил Утром На Работу У меня Тогда Ноутбука Не Было Компьютера Не Было Дома У меня Был Ключ Свою От Редакции Я В 8 Утро Приходил На Работу Два Часа Сидел Писал Свой Роман В Десять Утро Приходили Все Остальные И Дальше Я Начинал Заниматься Рабочими Своими Делами Вот И Это Прям Очень Тяжело Было Это Ты Колодец Вычерпываешь Свой До Предела Вот И Я Сбежал В итоге Журналистов Ну Надо Выбор Делать То есть Сбежал Журналистов В редактор Так Привыкла Жить В голове Там В основном Мысли Не понимаю Как сделать Историю Видимой Глазами Ничего Страшного Пишите Как Сейчас Пишите Как Пишется Я вам Все Расскажу Потом Да Это К завтрему До Завтрашнего Дня До 12 часов Собираем Из этих Всех Элементов Что-то Совершенно Новое Да Совершенно Верно Нет Вопросов Нет Вопросов Жанр Должен быть Один Или Можно Сочетать Несколько Например Драма Плюс Фантастика Плюс Триллер Смотрите Что такое Жанр Жанр Это Договор Со Зрителем О том Что он Получит То есть Например Вот Зритель Любит Детективы И вы Ему Сразу Даете Понять Что это Детектив Да Например Убийство На берегу Мертвого Моря Да Была У меня Такая Серия В сериале С таким Названием Да Сразу Понятно Что Речь Идет О Детективе Да Любовь Там Что Нибудь Любовь И еще Немного Любви Да Такое Какое Название Да Сразу Понятно Это Мелодрама Поэтому Любые Миксы Жанров Это Всегда Размывание Целевой Аудитории То есть Например Вы пишете Какой-то Сценарий Продюсер Ищет Сценарий И У него Всегда Есть Четкое Понимание Что он Хочет Получить Например Он Хочет Получить Там Детектив Да И он Сразу Понимает С одного Взгляда На ваш Сценарий Он Понимает Что У вас Детектив Да А если У вас Драма Плюс Фантастика Плюс Триллер Вероятность Того Что Найдется Какой-то Продюсер Который Будет Искать Именно Драму Плюс Фантастику Плюс Триллер Равна Нулю Но Есть Вероятность Что вы Встретите Продюсера Допустим Которому Все равно Какой Будет Жанр Вот Но Снимет Ли Такой Продюсер Такое Кино Поэтому Чем Точнее Жанр Тем Выше Вероятность Вероятность Попадания Куда Можно Потом Предлагать Свой сценарий Я Когда Вы его Напишите Тогда Я об этом Скажу Что С короткими метрами Делать И кому Их Предлагать Так Профессия Режиссера Монтажа Может помочь Сценаристу Нет Друзья Любое Вот смотрите Для того Чтобы Научиться Для того Чтобы писать Сценарий Нужно писать Сценарий Для того Чтобы научиться Писать Сценарий Нужно Учиться Писать Сценарий Поэтому Ничто Другое Любой Любой Как бы А если Я буду Снимать Свадьбы Это поможет мне Научиться Снимать Фильмы Нет Вы научитесь Снимать Свадьбы Для того Чтобы снимать Фильмы Надо снимать Фильмы Для того Чтобы писать Сценарий Нужно писать Сценарий Поэтому Профессия Режиссера Монтажа Поможет Быть Режиссером Монтажа Где Искать Закрепство С домашкой На моей Странице Кинщик ТВ То есть Надо Придумать Сюжет Под свои Интересы Убеждения Эмоций Совершенно Верно Так Вы Сказали Страницу Какую Страницу А1 А2 А3 А4 Или Тетрадную Страницу Смотрите Страница Формата А4 Шрифтом Курьер Нью 12 Кегль Не больше Так Обращение К миру Должно быть Прямолинейным Или лучше Завернутым Скрытым В подтекст Сначала Научитесь Прямолинейным Делать А уж Потом С подтекстом Работать Сценарий Для одной Локации Не обязательно Я не буду На этом Настаивать На одной Локации Так Нужно Подумать И определить Все О чем Вы сказали Есть Домашку Писать Вконтакте В комментах Совершенно верно Да Нет вопросов Руки чешутся Пойти Придумывать Окей Срок Сдачи Домашки До 12 Часов Завтрашнего Дня По московскому Времени Как базово Делать 15 секундное Видео По такой Технологии Никак Точка Все Никак История В общаге Вернули На 40 лет Назад Убить Не убили Но здоровье Отняли Отдыхал С девчонками Местные Мавры Ворвались Так Пока вопросов Нет Надо ли Свою Идею Посыл Формулировать Точно сразу Или лучше В процессе Я бы сказал Так Ее можно Докручивать В процессе Но мне кажется Что Хорошо Понимаете Что такое Идея Идея Это элемент Структуры Это фундамент На котором Вы строите Дом Ее Можно Как-то Менять И докручивать В процессе Но если Вы знаете Что вы Хотите Сказать Вам проще Работать С историей То есть Вы уже Знаете Куда Вам Надо Зрителя Привести Так Историю На страницу От начала До конца То есть Написать Небольшой Рассказ Не совсем Так Пересказ Сюжета Он Может У вас Абзац Занимать Не надо Прям Всю Историю Расписывать Подробно С диалогами Так Не понимаю Пока Как герои Жанр Связать С темой И идеей Нормальная Ситуация Творческий Тупик Самое Подходящее Место Для Творческого Человека Думайте Так Если Взять Тему Которую Хочется Изучить Но Поместить Действие В обстоятельства Той темы Которой Хорошо Разбираешься Да Это Можно Сделать Да Можно Соединять Темы Вполне Когда Я писала Роман Все Описанное В романе Сбылось Сбылось Со мной В точности Я Испугалась Как Перестать Бояться Какой Классный Вопрос Очень Очень Круто Смотрите Я считаю Что То что мы Пишем Оно Прогнозирует Реальность Да То есть Оно Меняет Реальность Не в Мистическом Каком-то Смысле Да А Мы Программируем То есть Мы Проживаем Что-то Да И мы Программируем Себя На Проживание Этой Ситуации И Вот Это Одна Из Тех Причин Почему Я Считаю Что Обязательно Должен Быть Позитивный Выход Да То есть Вы Когда Вы Героя Ставите В Какие-то Трудные Обстоятельства Но Вы Его Выводите Из Этой Трудной Ситуации У Вас Вот Эта Ситуация Запоминается Как Прожитая А Если Вы Его Уводите Куда-то В Негатив Или Оставляете Эту Ситуацию Незаконченной То Вы Подсознательно Себя Приводите В Обстоятельства В Которых Вы Проживаете Эту Ситуацию Вот Именно Поэтому Я Считаю Что Обязательно Нужно Давать Какой-то Позитивный Выход Из Любой Самой Страшной Ситуации Которую Вы Описываете То Есть Вы Как Бы Это Закрываете Я Это Прожил Все Это На Полочке Стоит Мне Это Больше Не Надо А Если Вы Это Подвесили Да Вас Как Бы Остается Незаконченная История Которую Вы Хотите Прожить Да Подсознательно И Вы Себе Это Устраиваете Поэтому Да Вполне Вполне Такое Может Так Что Из Данного Набора Важно Использовать Для Написания Не Первого Сценария Все Все Из Все Из Того Что Я Перечислил Так Текст Который Получится Так Ребят Уже Как По-моему Я отвечал На это Да В комментариях Все В комментариях Мне Не Трудно Повторить Просто Мне Кажется Что Людям Как То Слушать Один И Тот Ж Ответ На Один И Так Что Будет Лучше Для Учебы Написать Сценарий Который Уже Созревал К этому Дню Но Там Лишь Идеи И эмоции С сегодняшнего Урока Или Придумать Совершенно Новые Заданных Пунктов Елена Вот Смотрите То О чем Вы меня Спрашиваете Это Творческое Решение Я Не Знаю Более Того Если Бо Я Вам Сказал А Сделайте Вот Это Я Бо Превысил Свои Полномочия Никогда Я Не И в Мастерской Своей Я Никогда Не Принимаю За своих Студентов Творческие Решения Да То есть Я могу Дать Какой-то Совет А Принять Творческое Решение Там Ту Или Эту Историю Взять Это Ваша Ответственность Какой Объем Текста В коротком Метре Пока Не Думайте Об Этому Мы Дойдем До Этого Все Вам Расскажу Лучше Чтобы Персонажам Меньше Говорили Оптимальные Пропорции Реплики И действия Вовсе Не Обязательно Соотношение Действия И Диалога Нет Никаких Ограничений Посмотрите У Тарантино Какое Там Соотношение Действия И Диалога Там Поэтому Нет Такого Правила Так Фантастика Это Чисто Технический Жанр Разве Нет Она Все Равно Должна Быть Драмой Триллером И Так Далее Я Пожалуй Соглашусь С Этим Что Может Быть Фантастический Триллер Фантастический Боевик Или Фантастическая Драма Но Фантастика Все Таки Это Настолько Сильно Перетягивает Внимание На Себя Да Что Фантастика Это Действительно Фантастика Это Не 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 Является Чистым Жанром Вот Поэтому Да В целом Может Быть Кстати Такая Же Штука С Драмой То Драма Вот Как Фантастика Амбивалентна Да Точно Так Ж Драма С Другой Стороны Амбивалентна Да То есть Фантастика С точки Зрения Материала На котором Вы Рассказываете Историю А Драма Может Драма С элементами Психологического Триллера Может Драма Вестерн Да Поэтому Жанр Это Отдельная Большая Сложная Тема Там Достойная Там Целого Большого Отдельного Курса Да То есть Что Такое Вообще Жанр Да То есть Жанр Это Конвенции Жанра Или Это Эмоции Которые Вызывает Фильм Да То есть Например Хоррор Да В хорроре Обязательно Должен Быть Не знаю Убийца Кто-то Кто убивает Да В хорроре Обязательно Должна Быть Жертва Да И так Далее И так Далее В хорроре Должны Быть Скримеры Но при этом Хоррор Какой Должен вызывать Какую Эмоцию Ну Он должен Вызывать Страх При этом Есть Хорроры Скажем Битлджуз Да Который Страха Не вызывает То есть Там Все Есть Все Элементы Все Составляющие Хоррора Но при этом Ты смотришь И ржешь У Крика Кстати говоря Тоже такое же Есть Да То есть Это такой Хоррор С элементами Комедии Хоррор С элементами Черной комедии Вот Поэтому С этим Все это Может быть Да Постмодерна Как бы Никуда Не денешь Но Тем не менее Я Для Коротких Метров Я предлагаю Всегда Выбирать Простые И такие Односложные Жанры Односоставные Так Как применить Такой Подход К коротким Роликам Никак Разбор Сценария По Станиславскому Помогает Писать Сценарий Понимаете Вот что Касается Станиславского Я В свое Время Станиславского Я начал Изучать Вообще В 14 Лет И Поскольку Я Много Лет В театре Работал Именно Как Драматург То Естественно Со Станиславским Я Дело Имел Плотно Достаточно Я Считаю Что По сути Моя Система То Чему Я Учу Она В каком То Смысле Опирается На Станиславского Да То То На Переживание Неких Эмоций Да То Что Такое Система Станиславского Да Это Через Прямо Если Взять Самое Ее Зерно Да Это Через Физическое Действие Да Это наука О том Как Через Физическое Действие Ввести Актера В Необходимое Состояние Да И Делать Это Там Каждый Каждый Вечер Во Время Спектакля Вот То Чему Я Учу Сценаристов И писателей Да Я Учу Через Проживание Да Мы У нас нет Физического Действия Да Но мы Все равно Через Тело Учимся Проживать Эмоции Да Мы все эмоции Всегда проживаем Через тело Да То есть У нас Есть Вот эти Наши Три Мозга Да И Сигнал Идет Из Коры Идет В рептильный Мозг Да Запускает Тело И только Оттуда Из рептильного Мозга Из тела Мы начинаем Он идет В лимбическую Систему И мы Начинаем Переживать Эмоции А не так Что Неокортекс В лимбическую Систему Да Мы переживаем Эмоции И потом Телом Что-то Делает Вот Поэтому В этом Смысле Конечно То Чему Я Учу Опирается На Станиславского Но Не только На Станиславского Например Я очень Люблю Гротовского И очень Много Взяла От Гротовского А это Там Уже Там Соотношение Как У Юнга Гротовский По отношению К Станиславскому Это все равно Что Юнг По отношению К Фрейду Вот Поэтому Этот разговор Уведет Может увести Нас Слишком Далеко Но В целом В замечании Сергей Правильное Так Не могу Попасть На Вашу Страницу Добавлялась Друзья Пока Нет Ответа Ну Вы Очевидно Находитесь На моей Странице Раз Вы Пишите Здесь Комментарий Так Что Лучше В коротком Метре Гэг Или Парадоксальный Твист В конце Тоже Хороший Вопрос На самом Деле Ни то Ни другое Да Важно Чтобы Вы В конце Распрямили Пружину Интриги Да То есть Чтобы Вы Взвели Пружину Интриги Вначале И В конце Ее Распрямили Они Просто Приделали В конце Какую-то Шутку Да Поэтому Нет Ну Если Я правильно Понял Вопрос Ваш То Правильно Парадоксальный Твист Да Но Этот Твист Он должен Быть Подготовлен Да То есть Как У Стендап Сетап И Панч Да Просто Панч Если Нет Сетапа Он Не Сработает Поэтому Надо Подготовить Этот Твист Надо Подготовить Вначале Можно Ли Это Задумать Для Анимационного Фильма Можно Начал Читать Мета Кино Между Раем Ад Адам И Раем Не Помешает Помешает Отложите Прочитайте Потом После Курса Вообще Друзья Если Хотите Читать Учебники Не Начинайте С Меты Не Начинайте С Маки Начните С Букваря Сценариста Вам И У Меты И У Маки Прекрасные Замечательные Книги Но С Них Лучше Не Начинать Начните С Букваря С Сценариста Я Его Писал Именно Для Вас Именно Для Начинающих Потому Что Они Написаны Достаточно Сложно Спорно Не Везде Понятно И Уведет Вас Немножко В Другую Сторону Так Так Открытый Финал В Коротком Метре Стоит Ли И Очень Хороший Вопрос Илья Когда Я Считаю Что Когда Можно Использовать Открытый Финал Тогда Когда У вас Нет Сильно Взведенной Пружины Интриги То Есть Когда У вас Кино Такое Настроенческое И Вы Можете Оставить Зрителя Со Своими Размышлениями А Если У вас Взведена Интрига Кто Убийца Ну Вам Надо Ответить На Этот Вопрос Иначе Зритель Будет Разочарован Поэтому Я Считаю Что В Коротком Метре Это Не Работает Короткий Метр Это Ну Может Быть Настроенческий Короткий Метр Конечно Может Быть Ради Бога Такая Лирическая Зарисовка Если Так Да Вполне Может Быть Но Тогда Непонятно Я Вам Зачем Да Я Учу Драматургии Я Учу Вот Эту Вот Эту Пружину Конфликта Закручивать Да А Зарисовку Вы Можете И Без Меня Снять Там Вообще Сценарий Не Не Нужен По Большому Счету Поэтому Я Считаю Что Все Таки Открытый Финал Можно Использовать В тех Случаях Когда Нет Сильно Взведенной Пружины Интриги Как Работают Над сценарием В Южной Калифорнии Тоже Не для Новичков По моему Вообще Честно Говоря Вот Не хочется Про коллег Говорить Но По моему Вообще Самая Бесполезная Книга Вообще Из Тех Что Я читал Я читал Все Буквари Естественно Все Что Издано На русском И Очень Большое Количество На английском Языке Вот это Одна из Самых Бесполезных Книг Должен Признать Если Вот смотрите У нас Сейчас Стали Очень хорошие Буквари Выпускать И Смею Надеяться Что я Приложил К этому Руку Я вам Назову Несколько Книг Которые Если Прям Вы Хотите Поглубже Копнуть Которые Я советую Прочитать Это Книга Олега Сироткина Олег Сироткин Я горд Тем Конференции Выступал С большим Успехом И Я потом Начал его Прямо Уговаривать Олег Напиши Книгу Напиши Книги Книгу Она Называется Перевертыш Парадокс И что-то Еще Не помню Ну Забейте В озоне Просто Олег Сироткин Там Единственная Книга Вот Очень Хорошая Книга По Структуре Прям Вот Все он Раскладывает Так Как Надо Дальше Я советую Прочитать Книгу Татьяны Салахиевой Талал Психология Для сценаристов И Саши Талала Тоже Это все Мои друзья И тоже Было Время Когда я Прямо Всем своим Друзьям Говорил Пишите Книгу Пишите Книги Пишите Учебники И вот Они Наконец Написали Все Мифы Жизнь Кино Да Вот Петр Пишет Противоречие Перевертыш Парадокс На мой Взгляд Одна Из лучших Книг По Структуре Ну Естественно Если Как бы Вы Хотите Этим Серьезно Заниматься Обязательно Надо читать Пропа Обязательно Надо читать Кэмпбелла Обязательно Надо читать Снайдера Обязательно Надо читать Воглера Обязательно Надо читать Труби То есть Вот Все эти Книги Их Нужно читать Обязательно Вот Букварь Сценариста Возьмите Да Прочитайте Там В конце В конце Есть да там все это есть все все сказано финчер зодиак умудрился не ответить на вопрос кто убийца там есть ответ на этот вопрос там в конце титрами мы мы как бы нам дают понять что этот чувак есть убийца еще есть такой вот это есть два фильма до зодиак финчера где загадана загадка и нет разгадки то есть прям сильно взведена пружина и нет разгадки это зодиак финчера и это сейчас я скажу южнокорейский фильм он называется воспоминания об убийце об убийстве вот тоже самое причем там самое интересное что эта история про нас по реальным событиям воспоминания об убийстве и это убийство было раскрыто то есть спустя какое-то время то есть если интересно можете погуглить и найти вот реально два фильма вот и это вот те самые как бы два исключения которые в общем про которые сразу все вспоминают да а вот тут взяли пружину и не ответили но там понимаете опять же там не открытый финал да то есть там финал закрытый и закрытый финал состоит в том что убийство так и не было раскрыто это закрытый финал и воспоминания убийстве то же самое да там финал закрытый и в закрытом финале сказано что убийца не был найден. Это не открытый финал. Знаете, вот что касается, что такое открытый финал вообще, да? То есть это финал, в котором мы не знаем, чем все закончилось. В данном случае мы знаем, чем закончилось. Убийца не был найден. У меня жена в свое время, первая жена, мы как раз в то время изучали литературоведение в университете, изучали как раз закрытые, открытые финалы. И мы смотрели Тельму и Луизу. Вот. И Тельма и Луиза заканчиваются, помните, да, чем финал фильма, да? Они мчатся по пустыне на машине, за ними вот так клином полицейские машины, и машина летит в пропасть. И затемнение. Такое, да? То есть мы не видим момент, когда машина разбивается. Вот. И у меня жена встает, такая, финал открытый. И мы все просто так и упали. Да? Потому что, ну, мы понимаем, что это закрытый финал. Или в фильме на последнем дыхании. Тоже я его очень люблю. И оригинальный фильм, фильм Гадара, и фильм 80-е годы с Ричардом Гиром в главной роли. Американский фильм, ремейк на последнем дыхании. И он тоже удивительно хорош. Он малоизвестный, но я его тоже очень люблю. И там в конце фильм заканчивается тем, что герой Гира, у него вот так вот пистолеты, и его окружают полицейские, и мы понимаем, что они сейчас его убьют. И он смотрит на девушку, переглядывается, берет эти пистолеты и тянет их вверх. И все, финал. То есть мы не видим момента, когда его убивают. Вот такой. Открытый ли это финал? Нет, это закрытый финал. Вот. Поэтому что есть в фильме что есть в фильме брат в сценах насилия, что позволяет не считать фильм призывающим к насилию и розни? Это не юмор, а что? Ну, это отдельная тема, как насилие сделать не страшным. Да, то есть, как убрать эмпатию к людям, которые являются объектами насилия. Там много разных приемов. Да, то есть, если мы специально в фильмах тех людей, которых которых убивают, их дегуманизируют. Да, поэтому, скажем, долгое время там в американских фильмах можно было убивать индейцев. Да, то есть, это были фильмы, в которых ковбой направо-налево сотнями убивали индейцев. Потом это стало нельзя. нельзя. И сейчас, например, вот это тревожная очень тенденция, да, что сейчас в американских фильмах очень легко пачками убивают русских. Это прям очень-очень плохой знак. Вот. Именно поэтому стали делать очень много фильмов про зомби. Потому что зомби можно убивать безнаказанно, тысячами. вот. Поэтому в фильме Брат, не в Брате, вернее, вот Брат, Брат, кстати, в этом смысле Брат, ну, он более как бы насыщен этим насилием. Потому что там насилие настоящее. А вот в фильме Брат 2 насилие такое комиксовое. Если вы помните, там момент, когда он идет через подвал и стреляет направо-налево, всех убивает, он сделан так, как в игре Doom. И вот эта вот дистанция, мы играем в Doom. И это перестает быть страшным. Так, ребят, все, мы уже начинаем углубляться в, да, какие-то пошли вопросы открытый или закрытый финал в Inception, да. Друзья, я не являюсь кинокритиком. И мне это, честно говоря, неинтересно. Да, закрытый в этом фильме или незакрытый финал. Меня это интересует только поскольку, я могу объяснить какую-то концепцию, как надо сделать моим сценаристам. То есть, я учу не зрителей, я не учу людей смотреть и понимать кино. Я учу людей кино писать. Изнутри сценарий выглядит не так, как он выглядит снаружи. Он выглядит совсем по-другому. И вы в течение этой недели, я надеюсь, убедитесь. Вы увидите, насколько на самом деле сложно выглядит, сложно устроен современный сценарий изнутри. На этом я сегодня позволю себе откланяться. Большое спасибо вам за внимание. И мы увидимся завтра в это же время на втором уроке онлайн-курса сценарий за неделю. спасибо и пока-пока.